hello people ну чё решил тут немножко похайпить раз вы открыли это видео то уж досмотрите до конца короче вот вышел такой ролик ссылочка на него в описании и под оригинальным роликом вот то что вы видите на экране написан да я решил то озвучить а потому что это собственно не озвучено если вы хотите услышать а суровый русский акцент мне тут недавно скажем так упрекнули что у меня деревянный русский акцент тот настоящий деревянный русский акцент как раз по ссылочку в описании а теперь я озвучу то что вы видите на экране начало английский вариант да и сейда шевелин он ращен спейс трейфру салор систем isn't comfortable и целой еще и н один его и ч он и ращен спейс трейн вы чего знают without interest in incidents или love confessions hiking sounds and more но собственно такая полезная информация для тех кто учит язык и теперь перевод но вы увидите но я озвучу и внесу кое-какие свои ремарочки такие значит говорят путешествовать плацкартам ну вот смотрите слова плацкарта в английском варианте нет путешествовать плацкартам по солнечной системе не очень комфортно в русском варианте говорят что путешествие на русском космическом корабле по солнечной системе к системе некомфортно да то есть уже есть некое несовпадение но это Это нормально для перевода. Ицелай – это ложь. Причем под тем видео просто написано ицелай. Ну, мало ли кто-то не знает слово лай. Я решил перевести. Лай – это ложь. Хотя есть еще значение «лежать» или «лгать», то есть как глагол. В общем, смотрите, какой частью речи является слово. Но это для тех, кто только начинает учить. Значит, дальше. Покажем обычный рейс на русском космопоезде. «We show you an ordinary voyage». Ну, да, «вотч», как поездка, путешествие. «Спейс-тран», космопоезд. И дальше тоже один интересный момент. «Which was not without interesting incidents». Они решили прямо перевести почему-то здесь дословно. «Который не прошел без интересных происшествий». Но я бы лучше перевел «Который прошел не без интересных происшествий». Как-то, мне кажется, это по-русски лучше звучит. И еще один момент. Написано «Alien» в единственном числе. А перевели они как «чужие» во множественном числе. То есть «Alien» – это пришелец, чужой, согласно фильмам, соответствующим названиям. «Love Confessions», «Любовные признания», «Все нормально». «Hiking songs», «Походные песни», «And more» и многое другое. Здесь тоже все окей. Ну, вот такой вот мой комментарий. Надеюсь, опять же, это было полезно. Опять же, спасибо за просмотр. И увидимся, услышимся. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok